Дорогие друзья, ну вот мы и находимся здесь, в самом сердце города Ростова-на-Дону, и рядом со мной расположена такая карта крепости Дмитрия Ростовского. На ней можно посмотреть, где располагалась церковь, потому что она располагалась несколько в ином месте, чуть-чуть она была сдвинута к Кировскому. Естественно, она была другой архитектурой, это была большая пятикупольная церковь со звонницей. Этот храм, который мы сегодня видим и который вы посещаете, это уже четвертый по счету храм с момента основания крепости Дмитрия Ростовского. Но мне хотелось бы поговорить о людях, которые были в этом храме. И вот за моей спиной есть портрет священника, который явился одним из ярких представителей и духовенства, и общественности того времени. Начну с того, что когда я был назначен настоятелем строящегося Старопокровского храма, помимо того, что нужно было заниматься вопросами строительными, решили, что было бы правильно найти священников, которые когда-то здесь служили. Это выписки, называются они выписи, из метрической книги о родившихся, о бракосочетавшихся, с подписью того настоятеля, о котором я хочу вам рассказать, про теории Лазаря Крещеновского. Этот человек служил в этом храме 34 года. За это время он сделал очень много. Помимо того, что он был законоучителем, он обладал очень большим авторитетом среди церковных людей и среди общественности. И поэтому его выдвинули в городскую думу представителем, и он долгие годы представлял интересы церковного сообщества. Этот человек еще известен тем, что он краевед и историк. Его перу принадлежат очень многие произведения, как церковные, так и исторические. Эта книга называется «Историческая записка Покровской церкви». Что интересно, из этих исторических записок, которые составлены отцом Лазарем, мы можем узнать практически всю историю города Ростова и историю этого храма. Никогда не думал, что в этом храме когда-то бывал Александр Суворов. Он, приезжая сюда, поднимался на клирос и вместе с хористами пел божественную литургию. Этот храм мы осветили в 2007 году. Для нас это было очень большим событием. И я помню себя совсем юным молодым человеком, когда я бывал в этом парке, он был достаточно унылым. Сегодня этот парк – одно из любимых мест горожан. Мне очень импонирует, что здесь есть лавочки, что здесь собираются молодые люди, здесь назначаются свидания, здесь люди общаются. И то, что это находится рядом с Домом Божьим, это тоже замечательно. Поэтому мне хотелось бы всех вас пригласить в наш храм, потому что это историческое место, знаковое место для города Ростова, для каждого ростовчанина. Приходите, будем поминать наших ушедших, близких людей, молиться о здравии наших родственников, нас самих, любоваться этой красотой, красотой храма, красотой этого парка, наслаждаться жизнью. Приходите, будем рады. Субтитры создавал DimaTorzok